И теперь обо всем подробнее. 8 часов 30 минут. Время смерти сразу двух жительниц Иркутска. Сегодня в областном центре на платине ГЭС произошло дорожно-транспортное происшествие, обстоятельства которого выяснил наш корреспондент. Сюжет о том, чем может закончиться обычная поездка в автобусе, смотрите прямо сейчас. Слезы, горе, скорбь. Сегодня утром у этого мужчины не стало дочери. Она погибла в аварии на платине ГЭС. О трагедии сложно рассказывать, еще сложнее это показывать. Груда металла. Вот все, что осталось от автомобиля 31-летней иркутянки. Последнее, что она видела в своей жизни, это светло-зеленый автобус с двумя цифрами под лобовым стеклом. Удар был такой силы, что кузов-непровожник буквально разорвало. Более того, после столкновения автобус протащил-непровожник еще несколько метров, после чего перевернулся и врезался в стол. Сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель автобуса, который шел по 99-му маршруту, двигался со стороны Октябрьского района в направлении Свердловского, предварительно, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Киа Сол. Суммарная скорость двух автомобилей была не менее 160 км в час. Эта цифра стала роковой не только для женщины, которая была матерью 4-летнего ребенка. В автобусе ехали 10 пассажиров. Тело одной из них после аварии еще долго находилось возле маршрутки. Просто спешить было уже некуда. 26-летняя девушка погибла на месте. Куда она ехала этим утром? На работу? Домой? Увы, ответа на эти вопросы пока нет. Да, наверное, уже и не будет. Ведь все внимание сейчас приковано к тем, кому удалось выжить. Медицинскую помощь получили 8 пострадавших. 5 из них доставлены в Иркутскую городскую клиническую больницу номер 3, а трое в областную больницу. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы. Остальные находятся в состоянии легкой степени тяжести. Они отправлены на амбулаторное лечение. Личность водителя автобуса также установлена. Предположительный виновник трагической аварии – мужчина. Ему 57 лет. Сейчас он находится в больнице. Тем не менее, с ним уже работают сотрудники полиции. Расследованием обстоятельств ДТП занимаются и следователи. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека потребителя платной услуги. Насколько был исправен автобус и все ли требования перевозки пассажиров были соблюдены, только предстоит выяснить. Но каким бы выводом ни пришли следователи, главного уже не вернуть. Сегодня в 8.30 утра на платине ГЭС в одну секунду оборвались две человеческие жизни. Данил Седов, Виктор Черкашин, Владимир Пинаев. Новости по будням.